Привет, друзья! Сегодня у нас очень интересная тема и интересный гость. Мы поговорим о том, для чего нужны иммиграционные консультанты. Кто это такие? Чем они занимаются? Стоит ли платить деньги? Чем они отличаются от адвокатов? Какими они занимаются вопросами? Виза в Канаду это всегда сложный вопрос, да? То есть получить ее, ну, реально тяжело, что ни говори. Это, возможно, самая сложная виза. И многие просто не могут разобраться в ворохе информации, с одной стороны. А с другой стороны многие говорят, зачем мне нужен какой-то консультант, зачем мне кому-то обращаться. Все написано на сайте. Заполнил, онлайн-подача, все понятно, все прекрасно. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы поговорим со специалистом, с сертифицированным, или я даже не знаю, лицензированным, правильно сказать, иммиграционным консультантом и Ренгом Зиковой. Привет, Ирен. Привет, друзья. Да, я знаю Ирен много лет, и я бы не стал с ней заводить этот разговор, если бы я не знал, как много студентов она, ну, можно сказать, привезла в Канаду, помогла людям получить именно студенческие визы. Иммиграционные консультанты занимаются и визитерскими визами, и рабочими визами, и визами супругов, многие занимаются вопросами беженства. И, но, скажем так, лучше нам узнать информацию из первых уст, да, чем отличаются консультанты от других специалистов, и, в принципе, насколько этот специалист вам нужен. Ирен, вопросы мои будут с подковырки, все не так просто, мы хотим знать правду, я надеюсь, что ты нам расскажешь сегодня все секреты. Ну, прежде всего, расскажи, кто такой иммиграционный консультант в Канаде? Лицезионный или сертифицированный или зарегистрированный иммиграционный консультант – это такая профессия, которая позволяет работать по вопросам иммиграции и помогать людям, которые приезжают в Канаду, с различными целями. Будь то самый простой визит гостевой с целью учебы, посещение родственников, или же более долгосрочная программа, как иммиграция через федеральную программу или же через провинциальную. Ну, вот ты говоришь лицензированный, да? А что значит лицензированный? Какие-то требования есть этой лицензии, ты где-то училась специально. Что тебя вообще привело в эту профессию и почему ты решила, что ты можешь другим давать советы, как им правильно оформить документы? Какой прелестный вопрос, но на этот вопрос у меня есть ответ. Для того, чтобы давать кому-то советы, сначала нужно научиться. Поэтому я училась. Сначала я работала и продолжаю работать в образовательном секторе, в образовательном агентстве. А для того, чтобы давать советы в области иммиграции, я получила образование и получила лицензию. Если вы хотите узнать детали... Мы хотим узнать детали, вот лицензию, ты получила что-то, надо деньги просто пойти куда-то отнести, заплатить, или ты какой-то экзамен специальный сдала, должна ли ты владеть английским, должна ли ты жить в Канаде для этого. Вопросов очень-очень много. И в принципе цель моего интервью разобраться, чем ты отличаешься от человека, который просто дает советы. От родственника или другого, кто хочет заработать денежку на том, что может перевести сайт с английского на русский. Правильно. Вопросы очень хорошие и их много. Сначала нужно понимать, отвечаешь ли ты требованиям для того, чтобы пойти учиться на иммиграционного консультанта. Первое минимальное требование – ты должен быть либо перманент-резидент, то есть постоянно проживать в Канаде и иметь статус ПМЖ, либо же ты должен быть гражданином Канады. Следующее требование – ты должен иметь хотя бы степень бакалавра. Если человек обучался не в Канаде, то эти документы об образовании должны быть заверены соответствующими авторитетными органами. Следующий момент – ты должен податься и поступить на специальную программу в образовательные учреждения, которые сертифицированы ассоциацией иммиграционных консультантов. Это программы, на которых иммиграционные консультанты могут обучаться. Как правило, длительность такой программы, если человек будет учиться полный рабочий день, составляет один год. После того, когда вы сдадите такую программу, вам нужно будет лицензироваться. И прежде чем лицензироваться, каждый человек должен сдать IELTS, это международный тест по английскому, на определенный уровень. Даже если вы носите языка и родились в Канаде, вам это требование все равно будет внесено как обязательное. И следующий момент – вы обязательно пишете экзамен на лицензию. Это трехчасовое действие. Но прежде чем это трехчасовое действие свершится, это идет грандиозная подготовка к этому мероприятию. После этого вы заплатите членские взносы, после этого вы будете постоянно обучаться, и вы обязательно являетесь, вы подписываете документы, что вы привержены кодексу профессии, что вы обязуетесь вести честный бизнес, что вы обязуетесь непредвзято относиться к каждому клиенту. И вы абсолютно подотчетны этому зарегистрированному органу, и вы постоянно находитесь в состоянии вечного обучения, постоянного внимания к вашему клиенту. И позволяете себе и каждому, кому консультируете, быть открытым, быть максимально профессиональным. И единственное, что я не гарантирую своим клиентам, это тот результат, который они могут получить, обратившись ко мне, к адвокату или к любому другому зарегистрированному иммиграционному консультанту. Потому что только визовый офицер дает такую гарантию. Ну, в принципе, это известный факт, да, то, что гарантии по визам дают только жулики, а не лицензированные специалисты уж точно. Но вот ты говоришь то, что постоянно мы должны обучаться, мы постоянно... Вот что значит это постоянно? Ты работаешь одна, или ты работаешь там в какой-то компании, где у вас сидит несколько иммиграционных консультантов, либо вы в каком-то чате все сидите. Я не поверю, что ты знаешь все иммиграционные законы. Проучившись год, знать все невозможно. Я как человек, который жил в Канаде, живу в Канаде, извините, который прошел процесс, процессы определенные для того, чтобы получить свои документы здесь, которые видят студентов постоянно, приглашают друзей, знать это все невозможно. Как проходит вот этот вот, скажем, к тебе обращается клиент, у каждого, да, личная своя ситуация. Как вот это проходит? Вы как-то обмениваетесь информацией, ты кого-то спрашиваешь, есть ли у тебя доступ к иммиграционным ресурсам, иммиграционных властей, потому что все знать нельзя. Вот в чем именно твоя задача? Являешься ли ты каким-то связующим звеном? Или ты такой кладезь информации? Или действительно за счет того, что ты постоянно обучаешься под каждого клиента, находишь новые решения? Как это происходит? Аркадий, вы просто кладезь вопросов, и они настолько интересные, что мне хочется ответить на каждое из них подробно. Я знаю, что время у нас ограничено, поэтому я отвечу по ключевым параметрам. Я работаю в компании Canada Point Immigration, и я работаю вместе со своим руководителем Анной Рыжовой, которая тоже сертифицированный иммиграционный консультант. Мы замечательная команда, так сказать, из двоих, но дело не в количестве, а дело в качестве. Во-вторых, те ресурсы, о которых вы упомянули, Аркадий, они действительно есть у нас. Во-первых, нас учили пользоваться этими ресурсами, когда мы обучались, получая эту специальность. Во-вторых, нас продолжают обучать, как использовать эти ресурсы через различные инструменты, аудио, видео, реальные вебинары или живые семинары. В том числе мы имеем доступ к иммиграционным властям для того, чтобы мы могли получить ответы на какие-то совершенно нестандартные вопросы. Поэтому все то, что есть на полке, мы знаем, где и лежит какой документ. Вот в этом весь секрет. А на самом деле будете ли вы обращаться к юристу, к адвокату, к иммиграционному консультанту, или это будет просто продвинутый ваш родственник, который, может быть, когда-то иммигрировал сам? Но это выбор каждого. Ну хорошо, а чем вот иммиграционный консультант, извини, что перебиваю, отличается от адвоката? Адвокат, он же входит в какую-то там, как она называется, Upper Canada Law Society. Адвокат получал два высших образования. То есть, ну это абсолютно, скажем так, многим кажется другой уровень. Адвокат берет, между прочим, и мы еще поговорим про цены, многие берут от 300 долларов в час. То есть, от 300, некоторые до 600 долларов в час берут. Иммиграционный консультант, я так понимаю, это уровень попроще, или это более узкая специализация? Вот расскажи про это. Чем ты отличаешься от адвоката? Вы знаете, я просто после такого вопроса, я, Арказий, даже не знаю, чем я отличаюсь от адвоката, или чем адвокат отличается от меня. Но я подозреваю, все дело в том, о каком вопросе идет речь. Я никогда не возьмусь, например, защищать человека в суде, то есть лично я. Я не буду заниматься вопросами беженства, хотя я имею право это заниматься, и лицензия мне позволяет это делать. И каждый адвокат выбирает себе поле, в котором он специализируется, хотя он может работать на уровне 360 градусов. Что касается лично меня, то мое отличие лишь в том, что я знаю себя, и я качественно подхожу к решению тех вопросов, за которые я берусь. То есть правило иммиграционного консультанта, никогда не берись и не занимайся, не консультируй людей по тем вопросам, в которых ты ничего не соображаешь, или о которых ты ничего не знаешь. Ну а какая у тебя специализация, извини, пожалуйста, какая у тебя специализация? На сегодняшний момент это студенческие визы, это гостевые визы, это спонсорство, это экспресс-энтри, это провинциальные программы, это программы по бизнесу. То есть, понимаете, Аркадий, высшее образование, оно и для того высшее, оно отличает человека от тех, у кого его нет, что он имеет работать с информацией. И в этом весь секрет. Если вы мне сегодня скажете, Ирэн, а как мне полететь на Луну? Если я соглашусь на консультацию с вами, Аркадий, то есть если я соглашусь вас проконсультировать, то я уверена, вы будете удовлетворены, узнав и получили качество информацию, как вам, в минимальные сроки, при минимальных затратах, с учетом тех условий, которые вы ставите для себя, полететь на Луну. Ну, от таких ответов, честно говоря, я уже даже не знаю, теряюсь, что дальше спрашивать. На самом деле вопросов много. И вопрос, который меня волнует, даже живя в Канаде довольно длительное время, это вопрос, стоит ли в принципе людям обращаться к тем, к выходцам из своей страны. Да, то есть мы все смотрели фильм Брат 2, мы пуски своих не обманываем. В Канаде, я могу сказать, люди делятся на два, типа кто-то обращается только в русские сервисы, это там автосервисы, русский зубной. Я не знаю, в русский супермаркет ходит, кто-то наоборот. Я не буду абсолютно не общаться ни с кем, да, кто приехал из России, из Украины, из Молдавии, из Казахстана, потому что они обманут, они все хотят на мне заработать, все хотят получить какую-то от меня выгоду. Вот тебе, как иммиграционному консультанту, во-первых, я хочу узнать, говоришь ли ты на каких-то других языках, второе, работаешь ли только ты с русскоязычными или нет, и третье, то, что мне хотелось бы узнать, есть ли какое-то реально преимущество у тех, кто берет консультанта, который владеет их языком, у тех, кто выбирает канадца с англофонской фамилией, франкофонской, да, там, и так далее. То есть, естественно, людей интересует, в принципе, стоит ли обращаться в русскоязычные сервисы. Спасибо, Аркадий. Как всегда, вопрос интересный, и я хочу сказать, что на самом деле клиент выбирает своего иммиграционного консультанта, адвоката, будет ли он выходцем из его страны происхождения, будет ли этот человек совершенно, так сказать, как сюрприз для него. Мы, со своей стороны, клиентов на уровне не выбираем, хотя после общения с клиентом мы имеем право принять решение, будем ли мы вести этого клиента, или все-таки, может быть, порекомендуем его у кого-то другого. Но на уровне разделить человека на национальности, поделить его на расы и сказать, мы вот это не принимаем, или вот это нам неинтересно, это совершенно не наш подход. Мы всегда открыты, и если человек хочет получить у нас консультацию, откуда бы он ни был, мы всегда говорим, добро пожаловать. А дальше мы уже посмотрим. Ну что же, хорошо. В завершение, наверное, уже нашего разговора, сколько это стоит? Вопрос короткий. Сколько стоит что? Сколько стоит помощь специалиста? Я хочу, предположим, пригласить, ну, такая ситуация, да, очень стандартная для многих, я хочу пригласить своего родственника по студенческой визе, чтобы он приехал, получил английский, поучился здесь в колледже, дальше смог подать документы на work permit и затем на иммиграцию. Вот по ведению этого человека, ну, скажем, не от начала до конца, но, может быть, поэтапно, сколько денег мой родственник или я должны тебе выложить за эти услуги? И я извиняюсь за такую постановку вопроса, у меня нет сомнений в том профессионализме, потому что задавая такие скептические вопросы, я знаю, скольким студентам ты помогла, но человек рассчитывает финансы, да. Я столько за учебу заплачу, мне столько на билет, надо столько на жизнь, столько на консультанта. Сколько? Смотрите, цены на иммиграционных консультантов, точно так же, как и на адвокатов, очень разнятся. Во-первых, все зависит от того, на какой иммиграционный документ и на какую иммиграционную программу человек обращается. Хочет ли он получить первичную консультацию? Или речь идет о полноценном процессе, начиная от первичной консультации... Ну, вот консультация, сколько нужно заплатить за первичную консультацию? Если ты хочешь узнать, сколько стоит она у меня, она стоит 150 канадских... Сколько? Это один час? Это один час. Окей. Но, как говорил... Но это выгоднее, чем адвокатом нанимать, это уж точно, да. Ну, я сейчас объясню, что значит 150. Прежде чем я дам вам консультацию, я ее получаю в полномасштабном объеме для того, чтобы вам выдать ее в течение этого часа. Иногда я на это могу потратить 5 часов. О, вау. Поэтому... То есть ты к ней готовишься? Как и любой нормальный человек. Я смотрю законодательство, я смотрю иммиграционный акт, я смотрю требования к документам, я смотрю требования к программам. Я изучаю ситуацию, в которой человек оказался для того, чтобы использовать какие-то превентивные меры и вывести его на тот уровень, чтобы он оттуда мог стартовать с высокого старта. Ну, хорошо. В принципе, ответ ясен. Понятно, с чего начинать, понятно, как работать. Может быть, ты хотела добавить какие-то пару слов о себе, что-то я не спросил. Друзья мои, я хочу сказать вам следующее. Я не могу продвигать сама себя на уровне, конечно, приходите, иммиграционный консультант вам нужен. Я могу сказать только одно. Консультация своевременная вам будет полезна, если вы пока не знаете, как решить ваш вопрос. Если вы что-то делаете сами, вы можете часть вопросов получить в виде консультации для того, чтобы весь процесс у вас был успешным. Поэтому, когда вы принимаете какое-то решение двигаться тем или иным путем, знайте, что у вас в арсенале есть иммиграционные консультанты. Поэтому не бойтесь, наберите номер, позвоните и узнайте. А решение примите сами. Мы будем рады вам помочь. Спасибо, Ирен, отличное интервью. Я очень рад, что согласился на такой откровенный разговор. Еще раз извини за вопросы с подкобыркой. Надеюсь, что это будет интересно людям. Если у кого-то будут дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Оставим контакты Ирен, она постарается ответить. И с удовольствием, в общем-то, снимем новые видео, если будут вопросы, которые требуют детального отдельного обсуждения. Всего доброго, пока!